Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так близка к природе я еще не была никогда Так они где-то час уже шумят Не знаю, у них утренняя зарядка по моей решетке херачит Посмотрите, сколько их раз, два, три, четыре Мои решетки Восторг, короче Максимальная близость к природе Привет! Вот этот мелкий не боится Мелкий, ты чего не боишься-то? Вот крупный пошел Так Хопа Хопа Кто первый? Кто первый? Опа! Бежит, 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 бежит Опа! Забрал! Все, пошел Прикиньте, они у меня на балконе тусуются Я что слышу такие звуки, они дрались Лифчик Где они взяли? Они у кого-то лифчик стащили Видите, это если ты вот так вот сушишь белье Вон, обезьяна с лифчиком Вот так твой лифчик потом и гуляет Павранасе Понятно Сушим белье только в комнате Закрытыми решетками и окнами Потому что вот такой мелкий Он точно может Ну, лапки они протягивают через решетки Поэтому близко к окну ничего оставлять нельзя С покрытым окном Хочу дать малышу банан Не знаю, если не испугается Дам ему банан сейчас Испугался Иди сюда На На банан На Оть Оть Сразу большой забрал О, второй пришел Дай мне банан Мой банан, где мой банан Где Где банан Дай банан Банан дай Ну дай банан Ну дай банан Дай банан Дай банан Дай Ну дай банан Ну дай банан Мам, ну че он банан нам не дает Ну дай банан Дай банан Вот такое у меня доброе утро. Кошмар, как они дерутся! Я так напугалась. Господи, как они громко дерутся. Я же прям отошла. Так, ну нафиг вас, ребят. На. На, на. Ой, ребят, вы мне все бананы сожрете. Смотрите, вот смотрите, как он смотрит. Ну, не ладно, это мамочка, на. Все? Или еще кто-то подойдет? У меня один остался. Ну, идет еще один. Сейчас дам, подожди. Все, больше нет, ребят, расходимся, расходимся. Ой, ну меня тут уже просто, смотрите. Не, я не понял. Ой, с одной лапой, маленький. А я все раздала бананы. Блин, я куплю вам еще бананов, обещаю, привезу. У меня сейчас нету, малыш. Ну, все, а теперь у меня тут будет тусовка постоянная. Как вам такое? Они еще прямо такие звуки издают, смотрите. Тут сидят. И тут просит, видите, прям. О-о-о! А вот этот малыш еще ползет. Так, в общем, мне здесь весело. У меня есть ящерица, у меня есть много обезьянок. Короче, надо купить бананов. Будут у меня тусоваться, чтобы я не скучала. Малышечки. Ребят, ну простите, фабрика закрыта на сегодня. Я уже все раздала. Простите, пожалуйста. И ганг. Я думаю, теперь мне не будет одинок. Потому что у меня постоянно теперь кто-то из них подбегает, просит еды. Я говорю, что еда закончилась. Но они на всякий случай очень внимательно разглядывают мою комнату, чтобы достовериться. На той стороне ганга происходит какое-то веселье. Там ездят на лошадях, ездят на верблюдах, играет музыка, я слышу, что играют на барабанах. Это у меня прямо через окно. Так интересно. Я знаю, что вот на этих лодках каждый день возят туда. Надо обязательно съездить, посмотреть, что там происходит. Сегодня я познакомилась с ребятами. Они сказали, что они видели, как там купаются люди, а рядом лежит разложившийся труп коровы. Да, очень колоритно. Я вот вышла на балкон. Очень жарко. На солнце, мне кажется, прям все 30. Я решила пойти прогуляться к гангу. Мне кажется, просто сразу поверачиваешь за свой хостел, и вот идет лестница вниз к гангу. Вон там мужчина моется. Сейчас я пойду вниз, и будет интересно. Стопроцентно будет интересно. Я сейчас выключу камеру, пока буду спускаться, потому что лестница какая-то очень крутая. Собаки едят какие-то помои, тряпки какие-то валяются. Как всегда, вот тут вот есть алтарь богам, священная корова лежит. Вот. Сейчас пойду вниз. Спокойно поснимать видео не удалось. Сразу же меня увидели. И уж думаю, может мне здесь как-то кожу подкрашивать темным, чтобы поменьше внимания привлекать. Пахнет, честно скажу, канализацией. Очень фактурное место. Классно. Просто сидеть и наблюдать за этой жизнью. Сейчас я вам сделаю справку про ганг и варанаси, потому что я так поняла, что не многие, не все люди знают. Сейчас я сделаю вам мини-справочку об этом. Вот. И, как всегда, алтарь. Вот священная корова и замученная собака. В общем, я дико извиняюсь перед всеми. Я почему-то думала, что все люди знают, что такое варанаси, и что такое ганг, и зачем сюда приезжают. Вот. Да, варанаси еще известен запуском воздушных змей. Здесь все дети их запускают. Я почему-то думала, что все об этом знают, на самом деле, потому что я как-то очень давно, я даже не знаю, сколько, и не могу припомнить момент, когда я узнала об этом. Знала об этом городе священном для индусов, именно индуистов, потому что они в это верят. Что это город смерти. Здесь очень много заведений, куда приезжают умирать. То есть люди, если они могут всю жизнь копить для того, чтобы умереть здесь, именно в этом городе, они, когда чувствуют, что они уже близки к смерти, они приезжают, живут здесь в специальных домах смерти. И сейчас, в следующем видео, я продолжу. Я продолжу идти по набережной, показывать вам колорит и рассказывать. Здесь есть очень много домов смерти, то есть люди могут всю жизнь копить. Они приезжают сюда, чтобы здесь провести свои последние дни, и чтобы именно здесь их кремировали, и их прах выбросили, их останки выбросили в воду. Поэтому здесь на протяжении всей набережной находятся крематории, где сжигают людей. Вот, ну, насколько я знаю, конечно, там снимать нельзя будет, потому что вы сами понимаете, что родственники приходят прощаться. Но кадров вы можете очень много найти в интернете. И так как Ганг считается священной рекой, сюда не только сбрасывают трупы, а здесь моются индусы. Они здесь моются, они здесь чистят зубы, они здесь делают омовение и ничем при этом не болеют. Для нас это, конечно, вообще запрет. Вот, и, собственно, это место паломничества, как я уже сказала, сюда привозят зажигать умерших, но это очень дорого стоит. И из бедных каст, конечно, себе такое позволить не могут люди, поэтому они могут просто взять и выкинуть труп в реку. Поэтому в этой реке можно много чего увидеть. Не, как сказать, не очень приятных, наверное, таких моментов. Вот. Но да, вот я прям спускалась, снимала, как там чистят зубы, моются. Это прям вообще нормальная история, потому что вода считается этой священной. Вот так вот. Ну, и еще не все. Когда после сожжения остается то, что не сгорело, например, зубы, и прибегают низшие касты, они начинают снимать золотые коронки. В общем, вот это все потрошите. Это все очень неприятно выглядит, естественно. Видите, вот везде здесь валяется одежда. То есть это одежда с трупов. Здесь очень плохо пахнет. Я первый раз надела маску, потому что мне прям реально здесь неприятно дышать. Ну, неприятно, в общем, да. Что сказать. Не хочется видеть пока ничего такого, чего потом бы плохо спалось. Но, к сожалению, вот я знала, к чему я еду. Это такой город. Вот везде вот эти тряпки. Это все, соответственно, с трупов выплыли просто обратно. Ну, собственно, я думаю, что если я буду внимательнее смотреть, то я увижу и кости. Вот я вижу мертвая гусь. Видите? Вот такой город. Мы на Пудже. Здесь миллионы людей. Не видно всех. Еще сюда и дальше, если по набережной, все то же самое. Садки в колокола звонят, пробуждают, пробуждают все хорошие энергии. И убирают, убирают все плохие энергии. Буджа – это церемония, которая каждый вечер проводится в Варанасе. Но она проводится не только в Варанасе, в других городах. Но, так как Варанасе – это священный город, Пуджа в Варанасе считается суперсвященный, суперсамый атмосферный, колоритный и красивый. Это подношение священной реки Ганг, которое проводит семь священников, которые называются Пуджаря. Очень красивая церемония и ритуал. Вообще классно. Куда приходит очень много людей, прибывают на лодках и, собственно, приходят ножками. Во время Пуджи вокруг ходят вот такие персонажи разрисованные. В основном это дети, ну, взрослые тоже ходят. Это такой вид заработка в Индии. В общем, эти ребята, они подходят к тебе, ничего не спрашивают, хочешь ты или нет. И они наносят тебе на лоб, ну, в основном, глиной тилаку. И дальше они тебе, соответственно, дают подно, чтобы ты туда положил деньги. И ты как бы уже не можешь откратиться, потому что услуга оказана, и тебе надо заплатить. Вот. И на самом деле проще всего в самом начале поставить себе эту тилаку, потому что тогда потом они... Вот, кстати, эта девочка все же дорвалась до меня, начала наносить мне в этот момент. В самом начале сделать тилаку, потому что потом, соответственно, все эти попрошайки будут видеть, что у тебя уже на лбу есть тилак, и они будут подходить тебя стороной. Мы сделали не так, и нас, конечно, они замучили, и мы целый час бегали от них, и говорили no, 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 thank you, no, no, no. Ну так вот, тилака – это такой опознавательный знак в индуизме, так как там очень много богов, в индуистов более 300 богов. Эти все знаки разные, и они друг друга отвечают по этим знакам, то есть они видят, кто какому богу принадлежит. Вот, а еще есть бинди, но бинди носят в основном женщины, раньше носили именно замужние женщины, сейчас уже всех подряд носят. Гриша, 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 ты красиво сделали. Вообще нормально, ха-ха-ха. Нет, тебе красиво сделали на лбу. Да, конечно. Гриша, 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 гриша. Гриша, 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 гриша. Гриша, 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 г Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Дیکھا ہے پہلی بار سجن کی آنکھوں میں пьяр Дیکھا ہے پہلی بار جانم کی آنکھوں میں пьяр Об جا کے آیا میرے بے چین دل کو قرار ڈل بر تجھے میں لکھا کب سے تھی میں بے خرار اب جا کے آیا میرے بے چین دل کو قرار ڈیکھا ہے پہلی بار سجن کی آنکھوں میں پیار موسیقی 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 موسیقی